Пятый канал представляет Эй, вы что творите? Марин, картошки нужно 100 килограмм Привет! Нежданчик заказывали? Что происходит, как это понимать? А это понимать, как удар по щапу Помоги! Тихо! Не трогай ее, не стреляй! Тебе Макс что сказал? Деньги на бочку? Ты что думал, он шутит что ли? Какой Макс в о чем? Тот самый Макс, слушай, заткнись, дай дяденька поговорить, а? Ну так что там с бабками? Я тут не один решаю! Партнер не хочет платить! Ну и где он, это твой партнер? В центр поехал, за товаром! Слушай, дай я с этим клоуном поговорю Скажи своему партнеру Что если не будет бабок Сгоришь вместе с этим сараем Ты меня понял? Понял, я все понял! Ну молодец, по рукам А это тебе для начала Пойдем! Почему вы с Вадимом мне ничего не сказали? Вадим не хотел тебя беспокоить! Дебют Если успеем погасить судимость до предвыборной кампании, то ты не сможешь принять в ней участие как полноправный гражданин. Апелляция? Прокуратура не будет ходаться, тут не волнуйся. Будешь законной сочинять, Макс, потом того глядишь дальше, пойдешь президентом станешь. Мы люди скромные, нам чужого не надо. Начнем с области, а там видно будет. В любом случае, надо двигаться дальше. Я думаю, надо браться за серьезные дела. А этот период жизни подходит к концу. Да и хрен с ним. Если серьезно, Макс, тут одних слов мало, да и дел тоже. Политика, это нечто большее. Нужно стирать из памяти людей прежнего Макса. Должен появиться Максим Александрович Волков. Мудрый, надежный, традиционный и фундаментальные ценности. Понимаешь, о чем я? Ну и открытость, конечно. Без нее в современном обществе не завоюешь доверие. Почаще убираться в люди, с семьей, ленточки перерезать. Быть рядом со всеми. Все, 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 все. Хватит. Мне уже голова разболелась. Быть ближе ко всем, значит, будем. Чего ты начинаешь? Своим же милосердием и благодатью Христос Бог тихое и безгрежное житие даст мне прожить и вец и сем и избавит меня от шуя востояния сподобить же леснага со всеми святыми. Аминь. Спасибо вас, Господи. Спасибо, Батюшка. Спасибо, Батюшка. С Богом. Здравствуйте, Батюшка. Мариночка, здравствуйте. Давно вас не видел. Как видите, объявилась. Слава Богу. Как у вас дела? Все в порядке? Не очень. У меня к вам просьба. Вы помните, что у нас с мужем магазин на Октябрьской? Ну, конечно, помню. Освятите его, пожалуйста. Чувствую, бесы его заприметили. Что значит, чувствуете? Ну, как вам объяснить? Дела идут, нормально работаем, развиваемся. Ну, постоянно какие-то плохие вещи происходят. Будто кто-то порчу навел. Ну, поясните. Ну, за последний год чего только не случилось. Сначала холодильник сломался, мясо пропало. Потом поставщик деньги взял, товар не привез, обокрали нас. Мариночка, ну, это же бизнес. В бизнесе такое часто случается. Но потом освящение и всякой вещи, это прежде всего посвящение Богу. Я понимаю. И магазин не самое чистое место, но там работают честные люди. Помогите, пожалуйста. Вы сами знаете, без Бога не до порога. Марина, я вам, конечно, помогу. И освящу ваш магазин с Божьей помощью. А вы, в свою очередь, подумайте, чтобы найти себе хорошего управляющего. Хорошо. Куда ты? Стой уже. Я смотрю, вас одних совсем нельзя ставить. Я тебе еще в первый раз сказал, Макс не отстанет. А раз так, надо на него заяву в полицию накатать и в привет. Вадик, ты что, с ума сошел? Какая полиция? Мне его крыша не нужна, я налоги плачу. Дост, ты что это? Решил, что сам теперь все решаешь? Может, это ты нас защитишь от его громил, а? Или хотя бы достойно похоронишь, если с полицией не получится? Забыл, что они с Костей сделали, когда тот отказался платить? Да это было сто лет назад. Да ничего, как видишь, не поменялось. Даже если не пиджаки на себя напялили, в душе все равно зверьем остались. Ты на меня посмотри. Маринка рядом со мной в кабинете сидела. Я все на себя принял, лишь бы ее не тронули. Я знаю. Она мне по телефону рассказала. Спасибо тебе. Дай. Брат, подумай. Ну, нам сейчас совсем замороще, если его отморозками вообще не нужны. Ну, давай заплатим. Но потом подумаем, что можно будет сделать. Сколько ты говоришь, он нам насчитал? Ой, спасибо, милая. Да, мам, как всегда, все супер. Слушайте, я тут подумал, может быть, мы завтра все вместе сходим куда-нибудь? Это как? Ногами. У меня завтра выходной. Выходной? Да, выходной. Просто подумал, мы давно вместе не собирались. Это прекрасная идея. Куда мы пойдем? У меня завтра баскет с пацанами, но это можно отменить. Водник на выезде с газовиком рубится. В кино вообще ничего хорошего. О, я придумала. Мы пойдем в театр. Мы только не в театр, нет. Да там премьера, мои любимые. Зоопарк. Нет у нас зоопарка, мелкий. Нету. Скоро построим. Хотите? Да, 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 да. Чтоб там было, жираф. Записано. Давайте, жуйте. Я пока подумаю, куда мы пойдем. В театр. Так, все. Все. Марина, 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 что за ёпорный баба, а? Что б это за беспорядок такой? Тупор. Я тебя простокую. Довели стралу, черт знает, да чего. Дайте нерву полечить нехрестить. Марина! Мазаев, ты мне снова хочешь окно разбить? Только брысь отсюда оба! Марина, Олеговна, спасай! Помрем со штопором. Прямо тут. Через час откроемся и купите свою отраву. Марина! А это что, там таракана строишь? Таракана? Даруй им мир твой, Господи, якажи святым и твоим апостолам. Твоё бы есть ежемиловати и спасати нас. Христе Боже наш, и тебе славу высылаем. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Освящается магазин сей во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Спасибо, Мариночка. Пожалуйста, Иван Сергеевич. А можно мне вот эти вот две шоколадки, пожалуйста? Возьмите, пожалуйста, в подарок, батюшка. Я, конечно, возьму, а вы потом скажете, что опять барабашка недостачу устроила. Нет уж, давайте я лучше заплачу. Сколько с меня? Ну, как скажете, двести пятьдесят. Вот. Держите. Спасибо. Спасибо. Ну, что ж, всего доброго. С Богом. До свидания. До свидания. Батюшка. Да? А вы помните старые склады на протках? Ну, там, где яблоки хранились. Помню, мы там яблоки эти с братом все время тырили. Прости, Господи. Да все дети тырили, только яблок там давно уже нет, а склады переделали под лодочные ангары. Ну, вот мой муж с партнером, они эти ангары выкупили, где-то полгода назад, и сейчас собираются делать ремонт, чтобы помещение в аренду сдавать. Очень хорошая идея. Они столько денег вложили, просто ужас. Дай бог все окупится. Дай бог. Ну, и что? Ну, я немного переживаю. Не могли бы вы эти помещения тоже осветить? Ну, я понимаю, что надоело. Обязательно осветим. Обязательно. Только давайте где-то через недельку, хорошо? Ой, спасибо большое, отец Александр. Спасибо, Господь. До свидания. До свидания. Они? Они. Где бабки? Здесь. Ну, так и давай сюда их. Чего вы встали, как два барана? Сейчас, сейчас дам. Чего ты вылупился, придурок? Дыру во мне просверлить хочешь? Я понял. Ты у нас герой? Что ты на это скажешь? Герой! Тише, 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 ребят. Давайте успокоимся. Вот. Вот деньги. Здесь все? Все, как договаривались. Я хочу, чтобы ты мне объяснил, за что мы платим. Ты что, совсем кретин? За то, чтобы ходить и не оборачиваться. И это все? Других услуг Макс предложить не может? Ты что хочешь, чтобы он тебе массаж сделал? Я тебе сейчас сам услугу окажу. Дыру тебя в башке, забацаю. Бесплатно. Я просто хочу понять, сколько этот беспредел продолжаться будет. Так ты у Макса спроси. Если с тебя скальп не снимут, другим расскажешь. А знаешь что? Я так и сделаю. Спрошу у Макса, заодно и деньги передам. Поехали, Андрей. Да ты что, а? Ах ты мразь! Вадим! Что ты наделал? Что? Ах ты мазь! КОНЕЦ Зря мы уехали. Теперь полиции точно ничего не докажешь. Погоди, Вадик. Шестерки Максовы, урод как мухи, постоянно. Они ж на разборки, как на работу ходят. И что? А то. Нас с тобой пока еще никто ни в чем не обвиняет. Может, и принесет. Меня сейчас больше Макс беспокоит. Плевал я на него. Сдаваться мне надо. А, ну это на здоровье. Только Макс тебя и в тюрьме достанет. И что тогда с Мариной будет? Вот ты о ней подумай. Что ты предлагаешь? Сейчас сидим тихо. Я встречу с людьми Макса, все ему объясню. Заодно деньги ему закину. Ну, сначала договорись о чем-нибудь. Может быть, деньги на адвоката понадобятся. Егор Шлемов. Двадцать шесть лет. Трижды судимый. Безработный. Убит выстрелом в грудь. Есть следы борьбы. Шлемов. Я его еще по школьным годам помню. Он у нас в детской комнате милиции состоял на учете. Оружие нашли? Нет. Только гильзы две штуки. Что-нибудь еще? Осколок бокового зеркала. Марку машины определить не удалось, но есть интересная деталь. Вот. Е-22. Скорее всего, гравировка номера. Такие делаешь, чтобы зеркала не воровали. Толя, ну какого номера? Это половина номера. Мало что нам даст. Ну уж извините, я здесь все облазил. Больше не было осколков. Это все? Машины стояли на расстоянии примерно 15-20 метров друг от друга. Для случайной ссоры далековато. Забрались. Может, разборка? Может, разборка. В любом случае, работаем по шлемам. Чем занимался, с кем встречался. Как прожил сегодняшний день. Где-двадцать два? Вообще, если внутреннее мое расположение не достойно Бога, его святости, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий. А когда достойно, тогда я весел, спокоен. Какие красивые слова, батюшка. Действительно чудесные. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуй, Инна. Здравствуй. Как дела? Я думаю, теперь будет все хорошо. Как вы ушли, я сразу почувствовала, не знаю, спокойствие какое-то. И на душе полегчало. Слава Богу. Все в руках его. А я вам шарлотку испекла. О-о-о. Спасибо. Так-так-так. Аромат-то какой, а? Не волнуйтесь, яблоки не ворованные. Спасибо. Кушайте на здоровье. Ну что, ставь в чайник. Будем чай пить. С шарлоткой. Замечательно, батюшка. Да это козел мне всю неделю заливал, что тачку купит, на море свозит. Балабол. Ну какие шиши? Он же нигде не работал. Без понятия. Наверное, опять какого-то лоха разводил. Он же ничего другого не умеет. Все, у вас не работать надо. А тебе что, совсем наплевать? Тебе парень погиб? Никакой мне не парень. Так погуляли пару раз. А за его дела я не в курсе. Ты видел такое чудо природы? Да, вот что бывает, когда доверяешь воспитанию детей социальным сетям. Что-то я волноваться стал. Надо бы мне дочке позвонить. Не волнуйся. С твоей дочкой все в порядке. Толя, привет. Выяснил, куда мы дальше едем? Да, вчерашний маршрут Шлемова установили по Берингу вплоть до места гибели. Сейчас я пришлю список адресов. Отлично. Что-нибудь еще? Да, вчера рядом со Шлемовым весь день работал еще один сотовый. Я вначале подумал, что это его вторая трубка. А вот сейчас вижу, что с места преступления он потом двигался до центра. Потом отключился. Ага. А на кого телефон оформлен? Да на гастарбайтера. Я думаю, левая симка. Отпустите меня, прошу вас. Заткнись! В камеру смотри! Ну как? С Максом поговорить не удалось. Встретился с его бригадиром. И? Он объяснил все так, мол, и так. Вот хотел меня грохнуть, но я убедил его Макса набрать. Что Макс? Макс сказал, дураку дурацкая смерть, но так оставить он это не может. Мы будем наказаны. Ценник поднялся вдвое. Компенсация за бойца. Чего? В два раза? Все. Собирайся, поехали в полицию. Как скажешь. В полицию, так в полицию. Лена! Мы уехали! Короче, слушайте меня. Узнаешь, что пошли в полицию, ей гранты. А я узнаю. Макс сумму назначил, не будет срок, ей гранты. Подпреждаю. Я сейчас весь на нервах. Чуть что ей гранты. Ясно? Вот же мразь. А что, это я в полицию? Чего скажешь? Никакой полиции. Ты что удумал? Откуда у тебя? Ты что, ствол не выбросил? Как чувствовал, что он пригодится? Вадос, тормози. Ты головой подумай. Что мне думать? Этот урод посигнул на самое дорогое, что у меня есть. Ну ты же говорил, у тебя есть деньги, вспомни. Ты же на дом откладывал. Нет денег. Я акции неудачно прикупил. Так что нет у меня ничего. А что ты мне-то не сказал? А ты здесь при чем? Смотри за магазином. Ну давайте, давайте, быстрее. Что, я не думаю, что это страшнее, чем местный театр. Давайте, давайте. Слушаю. Пока не знаю, когда поедем. Куда поехали? Скажу, не поверишь. Спасибо. Понял. Ну? Куда? Я тебе башком прострелю! Ну? Куда? Куда? Вы видели этого человека? Нет. Ну я в зале не всегда бываю. Вам надо с продавцом поговорить. Только у него сегодня выходной. А вы хозяин? Да. Один из двух. А где второй? На склад поехал. За товаром. Мы сейчас стараемся сократить издержки. Поэтому все, что можем, сами все делаем. А что у нас с рукой? А это? Да. Прищемил при погрузке палец. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Если что-нибудь вспомните. Конечно. Конечно. Что-то юлит этот с Сальников. Весь как на иголках. Степан, что-то сегодня все, кто тебя видит, начинают дергаться. Даже я. Может, тебе ауру почистить? Ауру я чищу по средам. Бань. Что такое? Что скажешь, камнем на трассе прилетело? Сальников. Для чего угодно. Е-22. Сальников! Сальников, стой! Сальников, стой! Сальников, стой! Саников, бросай оружие! Кажется, легко и зацепил. Скорую вызывай. Не вор, не фортанолог. Вот царствие Твоем помяни нас, Господи, И когда придешь его царствие Твое, Блажене нищие духом, Якоти хитарство небесное, Блажене плачущие, Якоти утешатся, Блажене кроцы, Якоти наследят землю, Блажене алчущие и жаждущие правды, Якоти насытятся, Блажене милости, Якоти помилования будут, Блажене чистые сердце, Якоти богоузрят, Блажене миротворцы, Якоти сыновей Божией нарекутся, Блажене изманной правды ради, Якоти хитарство небесное, Блажене тих да поносит... Неожиданное место для семейного выхода. Что он у тебя нашло? Мне просто было интересно, чем Саня теперь занимается. Ты что-нибудь понимаешь? Вот что он сейчас делает? Перестань! Приходим ко Христу, Спаси на сцене Божией воскресе, И в мертвых поющий актир, Аллилуйя! Правила веры, образ кротости, Воздержание учителя, Я витя в стаду твоему, Я живище истина, Всего радости, жадности, Смиреньем высокая, Нищетою богатая, Отче священно начальниче Николае, Мале Христа Бога, Спастись от душам нашим... Пап, можно мы вас уже в машине подождем, а? Я с тобой. Ряза, забери детей и проводи в машину. Мы скоро пойдем. Ты не хочешь все-таки с братом поздороваться? За службу поблагодарить? Ну, ты видишь, какая очередь. Не протолкнуться к нему. Видимо, у него прием по предварительной записи. Какой ты занят? Пойдем, пойдем. Ну что, ублюдок, помолился? Максим! Чем я могу помочь? Где моя жена? Вы, вероятно, меня с кем-то спутали. Хватит дурачка строить! Где Марина? Успокойтесь, я вам повторяю, вы меня с кем-то спутали. Такое бывает. Я тебе помогу вспомнить. Считаю до трех раз. Да хоть до двух. Вы понимаете, что это дело не поможет? Что здесь происходит? Я спрашиваю, что происходит? Тебе что нужно? Этот зверь похитил мою жену за то, что я его клоуна подстрелил и деньги платить отказался. Не знаю ни про какие деньги, ни про каких жен. Вот, батюшка, полюбуйтесь. Значит так, слушайте меня внимательно. Это же Марина. Какая Марина? Двоя прихожанка. Что скажешь, Макс? Саша, я первый раз верю. Тварь! Я не верю ни единому твоему слову! Если ты сейчас выстрелишь, ты и печали свои приумножишь, и жену свою не спасешь. Слышишь, я тебе обещаю, если он виноват, ответит и перед Богом, и перед людьми. Отдай оружие. Отдай оружие! В церковь уже невозможно сходить. Обознался человек. Абонент не отвечает. Отдай! Сволочь, а! Отпусти меня. Прошу тебя, я никому не скажу. Заткнись! Если туплюк меня кинул, ты точно отсюда уже никуда не выйдешь? Молись, чтоб он трубку взял! Степаныч, ну ты же сам все понимаешь. Эти два клоуна, которые вымогали у человека деньги, просто прикрывались моим именем. Я здесь при чем? Я понимаю. Только сначала ты, Макс, на трудовую работаешь, а потом трудовая работает на тебе. Макс, подумай, кто из твоих мог это сделать? Да я тебе руку даю на отсечение, это не мои. Вот гад! Надо было тебя у церкви пристрелить! Тихо, тихо, тормози! Ну и как бы это тебе помогло жену вернуть? Жену никак, но сделал бы миру одолжение. Видишь, Макс, что о тебе люди думают? Ой, все. Слушайте, а наш-то неизвестный номер, ну, который вчера весь день со шлемом он провел, час назад пытался до Сальникова дозвониться? Отец Александр, у вас все в порядке? За Марину переживаете? Угу. Место. Ну, место, где ее держат. Что-то очень знакомое, но что это где, вспомнить не могу. Вы уверены? Ведь это сарай какой-то заброшенный или склад. Мало ли у нас таких. Склад. Марина же сказала, что они купили яблочный склад. Молодец. Утр àа. Октябрь. Что-то я купил. Потом поменял яблочный склад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, ты чего здесь забыл? Юра, я думаю, что где-то здесь держат Марину. Я тоже за ней приехал. Уверен, она где-то рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Незвука, стерва. Замочу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Слышь, баран, а ты чего здесь забыл? Вы меня напугали. Мне вообще сказали, что здесь никого нет. Кто тебе сказал? Так как, хозяева? Какие хозяева? Вали отсюда. Так я не могу, мне надо работу закончить, а там денег не заплатят. Через не могу, я сказал, вали отсюда. Пожалуйста, убери тебе пистолет. У меня семья, я четверо детей. Мне нужна эта работа. А, так вот же хозяин. Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не верюся! Ногу прострелю! Руки за... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где девушка? Помогите! 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 Марина! Успокойтесь, все. Все закончилось. Подождите, я вас сейчас развяжу. Сейчас я вас развяжу, потерпите. Батюшка, что вы здесь делаете? Ну, вы же сами просили. Отсюда бесов изгнать. Вот я и пришел. Я же говорю, командир, он это придумал. Ну, как его там? Сальников? Ага, Сальников Андрей. Предложил развести этого лоха, компаньона своего. Бабки большие обещал. Я шлемы подтянул. Ну, а дальше вы сами все знаете. А Сальникова-то это зачем? В общем, ему что, вдруг денег мало стало? Да он к Натахе, однокласснице моей, стал ходить. Она нас с ним познакомила. Дебилой. Подарками ее заваривал. А она истерпила этого. Все больше и больше вытягивала. Она всегда умела этих папиков разводить. Вот он и надорвался. Бабы же они до добра не доведут. Тебе тоже, что ли, с женщинами не повезло? Или как? Не, мне нормально все. Я это так чисто. Со скуки. Думал бабла по-быстрому срубить. Кто же знал, что такой замес начнется? Ну, а что же ты не соскочил, когда замес начался? Девушку зачем похитил? Да я день, дети. Уже в голове заработал и потратил. Ну, не мог я отказаться. Идиот. Ну, здорова. Ты во что нас путал, урод? Ты сказал, что все нормально будет, да? Чуки-пуки, да? Возьми себя в руки, он кретин. Наконец-то теперь понял? Я обратно на зону не хочу. Ты о чем? Все стало еще лучше. Теперь Вадик у нас на крючке. Он человека убил. Мы теперь с него в два раза больше возьмем. А долю кореша своего ты получишь. Это наш шанс отскочить с Наваром. Если правильно карты разыграем, может, он за все и ответит. Только теперь надо запариться по-взрослому. Ну, смысл? Надо, чтобы он с крючка не сорвался. Ты займешься вот этой бабой, а я всем остальным. Эдик, чего сидишь? Торопедничать идешь? Иду, иду, батюшка. Что случилось-то? Да нет, все в порядке. Ну, давай, выкладывай. Что стряслось? Новости тут смотрел. Вот. Что это? Так. Ну, что здесь такого? Я уж думал, у тебя пожар или авария какая-то. Слава Богу, нет. Просто обидно. Поморцева теперь посадят. Марина без мужа останется. Об этом ни слова. Все только про Макса. Но Мак же не виноват, что Поморцев на него напал. Я понимаю. Просто на моей памяти Макс в церкви всего пару раз был. А тут целый выход всей семьей и во всех новостях. Максим еще с детства любил быть в центре внимания. Вот. Ведь это неправильно, батюшка. Ведь он в церковь пришел не чтобы молиться, а чтобы покрасоваться перед прихожанами. Ну, да. Один раз придет покрасоваться, а в следующий раз глядишь и Бога поверит. Разобрался насчет этой истории с Поморцевым. Полиции вопросов не будет. Так что считай, отделался легким испугом. Ты чего такой невеселый, Максим? Да думаю. Сколько мне еще приветов из прошлого прилетит. Ну, если ты переживаешь за выборы... Да не за выборы я переживаю. За семью. Опять перед сыновьями погано вышло. Понимаю. Прав был, Степаныч. Сначала ты на трудовую пашешь, потом она на тебя. Ладно. В связи с этой суетой у меня есть к тебе небольшая просьба. Рассказывай. Да. Пр theirsу. Наериал пашешься. Это в release. Так что мы можем Так что мы можем это успокоиться на укреп Bondные Не кричит. Н useä. Изваг. Изваг. Всем. Извага. Здравствуйте, батюшка. Марина, здравствуйте. Я вас рад видеть. Я тоже вас рада видеть, не привязанная к стулу. Ну как проходит дело? У нас новый адвокат. Пришел сам, работает бесплатно. Маркин Михаил. Вытащил Вадима под подписку. Готовится к суду. Говорит, что есть все шансы получить условно. Дай бог. Дай бог. Кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить. В ту минуту, что роковая. Все плохое забыть. Всех простить. Лишь прощение, спасение, я знаю.